Стартовал автопробег в городе Героя Севастополя. Позади остались Керчь и Феодосия. Сегодня участники акции в Анапе. Эта акция сегодня проводится в преддверии великой действительно победы, великого праздника, самого главного праздника в нашей стране. Это день победы над фашистской Германией. Участники пробега не только объединяют себя, но и объединяют весь наш народ. Он воодушевляет его на дальнейшие победы. Участники автопробега развернули самую большую копию Знамени Победы – 200 квадратных метров. Этот символ славы и героизма наших солдат побывает во всех городах маршрута. Когда теряется поколение, когда оно не помнит своих героев, вот наступает то, что наступило в Украине. Вот эти майданы начинаются, понимаете. А мы везем эту эстафету памяти и не даем этому всему забыться. В каждом городе, что мы делаем, мы разворачиваем это знамя, к нему прикасаются сотни рук, и таким образом происходит такая эстафета. Люди передают это знамя от города к городу. Десять международных экипажей из Украины – Крыма, России, Белоруссии и Молдовы, Приднестровья и других регионов направляются по городам-героям, городам воинской славы и городам, награжденным Орденом Отечественной войны первой степени. В списке 90 пунктов остановки. В каждом городе пройдут митинги и возложение венков к мемориалам и памятникам. Все настолько трогательно, настолько патриотично, этого сейчас очень не хватает, особенно молодому поколению. Чтобы наши внуки не забывали своих дедов, ту победу, которую совершили. Преодолев около 25 тысяч километров пути, 9 мая участники проекта вернутся в Крым для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы.